Мошенничают не только по телефону, в Украине настоящий бум финансовых пирамид, сект. Только за последний год, по различным данным, украинцы отдали таким организациям более 5000 квартир и сотни миллионов гривен. Чаще всего людей заманивают обещаниями высоких доходов и сверхприбыли. Акции несуществующих компаний, фонды и сертификаты, сулящие стопроцентный доход за месяц. Или вот такие пластиковые чудо-карточки, которые якобы могут излечить от любой болезни за 500 долларов. Все это с шоу, музыкой и выступлениями якобы уже обогатившихся людей. Но если организаторы нашумевшей аферы Алитоцентр, оставившей без жилья тысячи украинцев, хотя бы имитировали строительство, современные украинские мавроди просто торгуют товарами с воздуха, зарабатывая себе на безбедную жизнь. Первый взнос нормально, вернули проценты, там увидел, что скорее всего это пирамида. Ну часть денег я забрал, но основная часть осталась. Анатолий жертва нашумевшей финансовой пирамиды Kings Capital. Вложив тысячу две долларов, компания предлагала за месяц получить сверху еще до половины этой суммы. Вскоре фирма объявила себя банкротом, а владельцы скрылись. Как и тысячи других украинцев уже восемь лет, Анатолий тщетно пытается вернуть свои деньги через суды. Наши законы позволяют арбитражным управляющим не работать даже от государства назначенным. То есть нужно им платить, чтобы они работали. Активы, ну что активы, наверное, я так думаю, растаскиваются. По разным данным, украинцы за этот год отдали таким аферистам и сектам пять тысяч квартир и перечислили миллионы гривен. Виной всему кризис в стране, уверены психологи. Из-за бума мошенникова черного пиара пострадал и Духовный центр Возрождения, который активно занимается социальной работой в Украине. Люди, которые говорят, к примеру, что Возрождение это секта, или, к примеру, говорят обо мне, что я мошенник. Это в основном люди, которые ничего не знают ни о Возрождении, ни обо мне. Которые никогда не сталкивались лично со мной. Мы, в принципе, с самого начала занимались благотворительностью. И мы имели цель помогать неимущим людям. Это бомжи, это люди пожилого возраста, которые не защищены. Это детки, которые в интернатах. Это онкобольницы. Возрождений, наоборот, помогают таким пострадавшим от финансовых афер и мошенников, говорит Владимир Мунтян. Мы помогаем пожилым людям. Это лекарства, это операции. Также мы, конечно же, помогаем очень много людям разного возраста, которые нуждаются сегодня, к примеру, в химиотерапии или в срочной операции. Люди попадают в аварии. Нужно смотреть всегда на дела. Именно на то, чем занимается организация и куда направляет средства, нужно смотреть в первую очередь, советуют эксперты. Это поможет отличить, где ложь, а где правда. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.